Здравствуйте! В эфире КФУ Лайф и я его ведущая Екатерина Торопова. Мы продолжаем серию прямых эфиров, посвященных приемной кампании 2023 года. И сегодня на очереди у нас Институт геологии и нефтегазовых технологий. На ваши вопросы ответят заместитель директора по практикам и взаимодействию с работодателями Андрей Анатольевич Терехин. Здравствуйте! Добрый день! И студентка третьего курса направления нефтегазовое дело Дания Мухамедзянова. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем со вступительного слова. Отличная идея! Дорогие друзья, мне доставляет особую радость, я считаю, это очень значимым представлять наш институт для наших потенциальных абитуриентов, для наших будущих студентов. Казанский федеральный университет – это один из старейших вузов страны, и в нем есть особенный институт, когда-то геофа, факультет, сейчас институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Потому что мы готовим и специалистов для геологии, для нефтегазовой промышленности, но у нас иная парадигма, которая стала вот с недавнего времени, мы готовим в первую очередь людей счастливых и успешных. Почему так? Потому что если вы выберете для себя профессию, которая доставляет вам радость, на работу выходит как на праздник, естественно, вы успешны, вы материально достаточны, у вас хорошая семья, вас устраивает вашу жизнь, вы счастливы. И тогда вы еще сможете, конечно, во многом важно, но во вторую очередь, стать классным специалистом в нефтегазовой сфере, в геологической сфере. Вот такие вот цели мы перед собой ставим. Конечно же, мы ищем ребят, которым интересна наука о земле, которым интересна минеральная серверная опаза, работа геолога, геолога-нефтяника. Шире скажу, ребят, которые любят природу, любят много путешествовать. И так как геологии нет в школе, я это говорю об этом на разных уровнях, где только представляется возможность. И вот эта встреча, которая сегодня у нас проходит, представляет нам дополнительную возможность рассказать о геологии ребятам, которые об этом или не слышали, а слышали отдаленно где-то на руке географии. Так вот, наверняка вы представляете себе геолога как человека, который где-то там в тайге моется раз в шесть месяцев, вот, ходят, бродят с бородой, там с рюкзаком. Вот, это представление геологи. Так ли это? Ну, отчасти, но это не вся правда. На самом деле профессия геолога широка, разнообразна и многогранна. Ну, конечно же, вот, скажем, с полевых классических геологов. Сейчас у нас группа ребят, которые обучаются на направлении геология, профиль у них вот региональная геология, поиск мы это называем, они уезжают на практику в Магаданскую область. Конечно же, на самом деле там все с бытом в порядке, с обеспечением ресурсами для быта, с проживанием, но это все-таки палатка там, балки какие-то утепленные, но все равно это три-четыре месяца экституционной работы. Вот. И такие ребята, они этим живут, это вот они греют за этой работой, им это очень нравится. Если вам это не нравится, вы хотите что-то другое, то геология для вас или не для вас? Вот на это вопрос я вам отвечу. Конечно, для вас. Ну, приходите и поступайте, допустим, на профиль геологии и освоения месторождения нефти и газа. Это работа геолога-нефтяника, работа в формате 5 на 2, а 5 дней работаете, 2 отдыхаете, работаете на месторождении, это такой же цех по добыче нефти и газа. Либо техническим специалистам, либо геологам. Потом вы работаете, скажем, уже по специалистам или инженерам, там по, допустим, геологическим, гидродинамическим моделированиям. Можете уйти в менеджмент. Вот. То есть, дальше вы можете реализовать себя уже исходя из того, что вам больше нравится в жизни. То есть, вот это другой полюс этой работы. То есть, вот мы, так сказать, от поля до белых ворочневков все есть геология. Есть еще профиль геофизика. Любое месторождение, прежде чем разрабатывать, его нужно найти. И вот как раз этим занимаются ребята, которые заканчивают профиль геофизические методы поисков и разведки полезных ископаемых. Вот там есть какой-то баланс. Там можно выбрать полевые исследования. Можно выбрать камеральную обработку, то есть в городских условиях, в каких-то больших крупных обрабатывающих дата-центрах. Вообще говоря, геофизика достаточно интересная область. Там с помощью использования физических полей, просвечивая Землю, мы делаем выводы о наличии или отсутствии полезных ископаемых, каких-то структурах в геологическом разрезе, как его называем. То есть, во внутри Земли, вот я вам так скажу. И кроме этого, у нас есть еще целое отдельное направление, нитсегазовое дело. Ребята, которые его заканчивают, они занимаются разработкой и эксплуатацией месторождений нефти и газа. Работать можно у нас, работать можно, в общем-то, и в других странах. Наши специалисты котируются, в общем-то, и приветствуются их трудоустройство в различных компаниях. По трудоустройству мы сотрудничаем с компаниями из ведущими компаниями нефтегазовыми, геологическими компаниями нашей страны. И наш институт может предложить вам интересную профессию с потенциальной будущей высокоплачиваемой работой. Ну и кроме того, это может быть профессия геолога, геофизика, нефтяника как хобби на всю жизнь. Андрей Анатольевич, давайте поговорим теперь о проходных баллах и о количестве бюджетных мест. Итак, давайте начнем с проходных баллов. Ну, дорогие друзья, проходные баллы вы узнаете где-нибудь 3 августа 2023 года, там будут известны проходные баллы. Однако под спорьем вам может стать аналитика, такая статистика. Вот на сайте приемной компании КФУ, если не знаю, память, с 2013 года выложены и аккумулированы все проходные баллы по всем профилям и направлениям подготовки в Казанском университете. По направлению, по нашим направлениям, по направлению геология, у нас в прошлом году балл был средний 205, а на нефтегазовое дело 224 балла. Это по результатам трех экзаменов. Бакалавры, на программу бакалавриата вы поступаете после школы исключительно по результатам ЕГЭ, то есть единого государственного экзамена. То есть никаких дополнительных вступительных экзаменов нет? Нет, никаких дополнительных вступительных экзаменов нет. И более того, в этом году мы расширили набор ЕГЭ. Также математика, профиль и русский язык – это обязательные экзамены. А вот третий экзамен, зависит от направлений, вы можете на выбор сдать. Это может быть физика, может быть химия, может быть география, а может быть информатика. То есть вы можете сдавать третий экзамен, один из перечисленных, или два экзамена сдать, и лучший результат уже подать на конкурс при выступлении. А можно ли получить второе высшее образование в вашем институте? Конечно же, можно получить и второе высшее образование, но здесь вопрос заключается в следующем. Если вы будете поступать на бюджет, вернее, вы не можете поступать на бюджет, второе высшее у нас является, как известно, платным образованием. Но у нас есть прекрасная возможность, функционирует очень большой центр дополнительного образования, в котором реализуются программы профессиональной переподготовки. В этот раз можно прийти, и если вы по родственной специальности имеете диплом бакалавра, специалиста, вы можете обучиться по программе переподготовки и стать геофизиком, стать нефтяником. Вы были геодезистом, не нравится вам работать геодезистом, вы с колышками замучились ходить, хотите быть нефтяником, добывать нефть, приходите, обучаетесь, и можете получить новую профессию нефтяника. Ну, это к примеру. Также для наших студентов есть еще вот такая тема интересная, что можно получить второй диплом как дополнительно к высшему. Также в центре дополнительного образования можно пройти обучение по программе, ну, скажем, если вы обучаетесь на диахиме, ну, скажем, диалоги нефти и газа у вас на бакалавриате, ну, если правильно, совсем четко говорить, о диалоге и освоении месторождений нефти и газа. Вот так, если написано, профиль, вот обучаетесь, а еще хотите повысить свои скиллы в нефти и газовом деле, ну, вот можно обратиться в ЦДО, в центре дополнительного образования, и поступить туда на эту программу, и получить еще один диплом, вот, в немножко другой вот области. Что нужно студентам, которые учатся в другом ВУЗе, но на таком же направлении, на нефтегазовом? Что им нужно сделать для перевода в КФУ? Для перевода в КФУ им нужно, во-первых, в установленную форму подать заявление к нам, а еще некоторые условия есть, они должны отлично учиться, у них не должно быть как минимум троек, и есть еще тоже обязательное условие, у нас необходимо наличие бюджетного места, если направить на бюджет. Если на бюджет, то, конечно, подать заявление и предъявить свою успеваемость. Спасибо большое. Дания, давайте теперь с вами поговорим. Почему вы решили пойти на это направление? На самом деле я выбирала из многих направлений в технической сфере, так сказать, потому что я технарь до мозга костей, на самом деле просто сравнивала в дальнейшем для жизни, что мне больше интересно, потому что я выбирала между механикой и математикой, между тем, чтобы стать инженером-строителем, но почему-то нефтяника мне приглянулось больше, потому что, как сказал Андрей Анатольевич, это правда хобби на всю жизнь, и в эту сферу правда влюбляешься, и это на самом деле очень, я хочу сказать слово, романтичная сфера, скажем так, потому что тут все настолько близко к природе, ты с чувством любви все это делаешь, и в целом, ну, на самом деле очень интересно, правда. Вот на первом курсе было сложновато, я слегка не понимала, куда я попала, но к третьему курсу я, правда, очень сильно прониклась, я вообще не вижу, скажем так, такого будущего, что вот я закончу, получу диплом и пойду работать куда-нибудь вообще в менеджмент, нет. Я хочу развиваться в этой сфере, это все очень интересно и классно, скажем так. А как проходят будни студентов? Смотря какого студента. У нас очень разношерстные компании есть, есть люди-активисты, которые участвуют в различных культурных мероприятиях, есть спортсмены в спортивных мероприятиях участвуют, есть научники, которые параллельно с обучением занимаются научной работой, есть универсальные солдаты, которые занимаются всем на свете, вот это я, есть просто студенты, которые учатся и идут домой спать, есть такие. Скажем так, с какой целью ты идешь на учебу, так она у тебя и проходит. Если ты идешь просто с целью получить диплом, ты в любой специальности будешь в таком как бы темпе развиваться, просто пришел, отметился, ушел. Но если ты нацелен на то, чтобы получить качественное образование, наш институт даст хорошую основу и знания, которые котируются. А кем ты видишь себя в будущем, после окончания института? После окончания конкретно сразу я не знаю, но в далеком будущем надеюсь стать каким-нибудь генеральным директором какой-нибудь хорошей нефтяной компании. Хорошо. И сейчас у наших абитуриентов, то есть будущих студентов, начинается пора ЕГЭ. Давайте им посоветуем какие-то ваши личные советы, пожелания при поступлении. Может быть, какие-то частые ошибки, которые совершают абитуриенты. Хотели бы вы предостеречь как-то их? Самое важное – не волноваться. Правда, это на самом деле такой постоянный совет от всех звучит, со сторон, что не волнуйтесь, это не конец жизни. На самом деле, правда, в этом нет ничего страшного. Потому что многие говорили, вот, у тебя в институте будет каждые полгода еще экзамен. Я говорю, нет, вы что, ЕГЭ – это так страшно. Может быть, что-то пострашнее. Правда. И есть всегда вариант пересдать. Есть всегда вариант пойти куда-то в другое место. Еще какой совет? Правильно распределять время. Не тянуть до самого последнего. Не бежать записываться на какие-нибудь курсы, мастер-классы в онлайн-школы за последний месяц до ЕГЭ. Суматошно это все учить, потому что ты это не выучишь. Ты будешь на стрессе. И по итогу это все наложится друг на друга. И результаты могут быть не самыми приятными. Совет насчет поступления. Не бояться подавать документы на бюджет. Потому что я почему-то была не уверена в своих баллах. Хотя, на самом деле, я сейчас понимаю, что они были достаточно высоки. И не подала на бюджет. Это была ошибка. Надо было подать. Я бы прошла. Андрей Анатольевич, может быть, вы что-то посоветуете? А здесь я вот считаю, что Даниил практически с компыта больше. Я ЕГЭ не сдавал. Я, соответственно, сдавал экзамены стандартные, школьные, выпускные, потом экзамены в ВУЗ. Вот с этой точки зрения ЕГЭ, конечно, не нравится. Нет такого стресса. Это же двойной стресс. В школе сдаю экзамены. Потом еще в ВУЗ приди, в незнакомое место. Вот здесь напиши все эти, пройди экзамены на испытания. Может быть, да. Естественно, все это, даже если советы, которые сейчас прозвучали, я немножко расскажу, что они тривиальными, вот надо их взять на вооружение и им следовать. Конечно же, нужно постараться не волноваться. Это вот я повторюсь, это действительно очень важно. Не надо брать шпаргалки, использовать телефоны. Много печальных случаев с ЕГЭ мы наблюдаем с этим. То есть подстраховываться таким образом. Вы и так знаете, еще пытаетесь шпаргалки использовать. Нет, давайте ЕГЭ вполне себе так объективно, честно, то есть на своих знаниях. Конечно же, ЕГЭ, вот сейчас до ЕГЭ осталось совсем немного, но если вы распределение правильно, то вы на самом деле готовы. И здесь нужно пойти и сдать ЕГЭ. И знаете, перед, ну, наверное, ошибкой, через которую прошли многие, и школьники, сдающие ЕГЭ, и студенты тем более, учить до последнего часа ЕГЭ. Нет, на ЕГЭ нужно идти в хорошей физической и максимально хорошей эмоциональной, без стресса форме. Это означает то, что 8 часов перед экзаменом нужно выспаться, а там только идти и сдавать. И покушать, взять свою водичку. Андрей Анатольевич, Дания, да, извините. Спасибо большое за ваши ответы. Еще увидимся, до новых встреч. Спасибо. А я напоминаю, что это был Институт нефтегазовых технологий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...